восхитительные моему сердцу любимые подписчики приветствую вас члены клуба кейт спирит такое счастье каждый раз вновь и вновь лицезреть вас видеть приветствовать любимое все что я делаю в клубе кейт спирит в первую очередь это созидать ваш духовный рост ваше самосовершенствование раскрывать ваши таланты помогать вам познавать себя потому что инвестиция в себя это самое выгодное финансовое вложение это тот путь который прошла я и для меня огромная честь и радость поделиться с вами этим открытием что самое интересное в этой жизни это вы сами и как раскрыть все свои таланты все свои возможности мы будем это делать в клубе кейт спирит а сейчас у нас сатсанг которая предназначен для того чтобы понять себя понять свои желания понять свои задачи на текущий период жизни каждую неделю в клубе кейт спирит я провожу такого рода сессию которая называется сатсанг вопросы и ответы где у вас есть возможность задать вопросы на текущую неделю что вас беспокоит какие первостепенные задачи судьба ставит перед вами и заручиться помощью помощью учителей и рун получить энергию которая даст вам толчок для новых свершений новых открытий новых успехов друзья если вы готовы то мы начнем отправляйте свои даты рождения отправляйте вопросы и отправляйте год рождения даже можно прописать год какого животного вы родились то есть по китайскому календарю и так я тусую карты и и сегодня медитация на день эта карта под названием вина казалось бы какая серая карта в которой женщина обняв себя за голову кричит обвиняя в том что она что-то сделала не так как будто бы но посмотрите над ее головой простираются божественные цветы видеть сакуры о чем это свидетельствует о том что мир он преисполнен красотой но она видит серые облака над своей головой хотя у нее есть возможность любоваться сакурой но она винит себя за что-то и посмотрите какие-то руки назовем их мужские даже когти царапают ее ей больно но на самом деле это сама она она к себе так относится за что за что вы вините себя если нет вины ни в чем жизнь она нейтрально любая ситуация нейтрально это как вы воспринимаете эту ситуацию зависит только от вашего внутреннего состояния тела души разума ментального поля эмоционального соответственно что мы можем сделать в данной ситуации когда нас гложет чувство вины в первую очередь осознать что вы не не можете быть жертвой что вы чтобы вы не делали какой бы опыт не сформировали он для вас он полезен он созидателен и любой даже самый негативный опыт имеет свой позитивный аспект в будущем поэтому поблагодарите судьбу за все свои промахи и ошибки потому что это божественный урок я бы даже сказала курс обучения который формирует вас силу могущество волю дисциплину упорство на базе которого вы пойдете дальше поэтому поздравляю вас от сегодня прошу вас заполнять дневники и написать рассуждение на предмет чувства вины были ли в течение дня желания посылы где вы себя винили если да пропишите в дневнике и что вы для этого сделали чтобы преодолеть эту как я называю круговую поруху а теперь я отвечаю на ваши вопросы дорогие мои члены клуба вы пишете катя меня зовут вы не написали как вас зовут надо написать судя по всему мари я родилась 5 ноября год быка стоит мне открывать магазин ткани или вообще заниматься бизнесом на самом деле мари если вы чувствуете что время пришло то конечно же действуйте я сейчас попробую достать карту и дать вам рекомендации на предмет этого что же говорит у нас колода для мари внутренний голос здорово посмотрите какая довольная хозяйка этой карты какой у нее восхитительный образ и в аж не чакре я вижу луну энергию материнства заботы мудрости это прекрасная леди которая олицетворяет наш внутренний голос уже все знает и все решила в ней столько силы непоколебимости и в то же время принятия ситуации дорогая мари я вижу по дате рождения что вам очень важно работать с людьми и вы будете на пьедестале когда займете нишу которая позволит вам общаться коммуницировать продавать заниматься камни коммерцией созиданием и коннектом людей я поздравляю вас с вашим желанием с вашим выбором вы на своем месте наслаждайтесь своей работой и продолжайте двигаться в этом направлении я тусую нашу колоду дальше кто следующий пишите имена прекрасная леди под названием культ пишет женщинам более двух тысяч лет навязывали вину не так просто от нее избавиться давайте не будем говорить за всех женщин а я предлагаю начать говорить за себя что вы сделали дорогая культа для того чтобы избавиться от этого желания и начать его в себе исследовать отслеживать напишите про себя прекрасная леди имя ее скорб пишет я родилась в год собаки какие приоритеты выставить на май давайте посмотрим какие приоритеты что нам говорит карта она говорит что сейчас время для вас на внутреннюю медитацию на осознание своих талантов своих возможностей и осознание тому кому вы служите и с кем вы находитесь если кто-то ушел то это лучшее время чтобы очиститься и дождаться того нового что придет вашу жизнь и судьбу новые возможности но нужно время для того чтобы осознать что вы хотите и для этого открывается портал для медитации медитация это самое важное нашей жизни которая позволяет замедлиться и осознать для чего мы пришли в эту жизнь какова наша цель какова наша миссия что я делаю в этом мире это очень-очень важно замедлиться и наполнить себя своим внутренним осознанием своей миссии с которой вы дальше пойдете по жизни наполняя других людей счастья следующая прекрасная леди не вижу ваше имя прекрасное как же мне вас называть может быть барышкина ваша фамилия на всякий случай назову вас так и так день вашего рождения это 10 октября 83 год год свиньи вы спрашиваете подскажите пожалуйста мое предназначение прекрасная леди барышкина ваше предназначение связано конечно же семьей и если вы будете посвящать себя такого рода служению вы увидите как откроются ваши таланты потому что вас заложен огромный потенциал любви заботы созидания созидание отношений поддержание традиций в частности семейного устоя семейного тепла как говорят теплого семейного очага вот именно такого рода качество есть вашей карте и вы очень талантливы в области поддержания отношений теплоты и вот этого чудесного теплого огонька даже я бы сказала очага семейного и вы можете своим всеобъемлющим сердцем окутать любого нуждающегося в опеке заботе покровительству теплому совету любви вот такие качества преисполнена ваша телесно информационная матрица и более того вы меценат по природе заботливая личность которая готова помогать всем безусловно дорогая леди барышникова я потрясена вашими удивительными способностями и качествами я поздравляю вас вы заслужили такие назовем таланты и моя задача только рассказать вам о них поскольку вы их и так чувствуете но обращаясь ко мне я могу лишь вновь и вновь декларировать ваши способности сверхспособности далее мне пишет виктория которая родилась в год дракона она пишет что родилась 10 сентября в год дракона и я должна спросить у виктории а что вы хотите виктория спасибо вам за дату вашего рождения но когда у вас нет вопроса у меня нет ответа давайте попробуем потусовать карты немножко и возможно что вы слышите этот звук который помогает нам собраться с мыслями и в какой-то момент за счет такой вибрации перезагрузиться я снова тусу карты и читаю ваши вопросы дальше и так дани спрашивает меня я родилась в год быка подскажите мое предназначение дорогая тани должна признаться что ваше предназначение сейчас посмотрим что говорят карты кроется в ниже следующем в вашем уме карта говорит о том что вы очень умная личность даже я бы сказала всезнайка которая обладает логическим складом ума и порой ваш ум просто съедает всю вашу энергию и я вижу по этой карте то количество мыслей которые вас терзают посмотрите эта голова она просто обезображена этими бесконечными мыслями которые раздирают ее пренатальную энергию при этом бык это очень практичные очень стабильный и рачительный человек соответственно если вы сможете усмирить свои мысли обуздать их через практику интегральной йоги если вы сможете сконцентрироваться на практиках а для быка очень важно физическое состояние потому что он должен быть сильным он должен быть стабильным тогда он сможет материализовать свою энергию а бык это материализация энергии в удовольствие благо социальный статус и так далее комфорт то есть у вас есть такая ткань энергии которая позволяет вам быть умными интеллектуальными плюс практичными рачительными и я вижу в вашей карте склонность к богатству но богатство приходит тогда когда мы простроены и центры и центрированы вот чтобы центрироваться надо чтобы голова была спокойна я от души рекомендую вам делать медитации делать интегральную йогу на гармонизацию всех стихий металл огонь земля дерево и вода это именно те стихии которые мы балансируем в ретрите и вот сейчас когда закончился ретрит в аризоне вы можете смело заказать себе курс и сделать все эти практики не выходя из дома тем самым осознать еще раз свое предназначение продолжайте писать мои любимые потому что я обожаю с вами коммуницировать ой я вижу сколько сердечек сколько вот таких эмоджи в виде собранных ладоней намасте вы отправляете мне мне так приятно что вы тоже открываетесь и делитесь со мной своей любовью я читаю ваши комментарии меня зовут надежда вопрос по взаимоотношению с моим мужем евгением да конечно может быть мы посмотрим руну что говорят руны смотрите какой у меня дорожный вариант я сейчас вытяну на вас какую-то руну я ее даже сейчас не увижу первое кто увидит эту руну это вы поэтому я вам ее показываю что вы видите попробуйте помедитировать а я с вашего позволения посмотрю на нее итак данная как казалось бы как будто бы никчемная палочка символизирует наш позвоночный столб руна иса либо изаз ее по-разному называют но то что она собой являет это внутренний стержень это наше нутро для того чтобы на нем сконцентрироваться для того чтобы осознать свою ось координат свой позвоночный столб свою уникальность свою таланты свою непревзойденность свою целостность и цели полагания очень важно слушать внутренний голос делать медитацию делать практики помогать людям поэтому совет от руны заняться собственной медитацией собственной практикой и накопить себе стихию воды вы можете это также сделать в рамках ретрита вас там ждет прекрасное предложение и прекрасная практика на стихию воды тогда вы поймете что все что вам нужно для счастья оно внутри вас и любая внешняя ситуация будь то развод разрыв либо конфликт он вас сделает только сильнее это путь к просветлению любой конфликт это сакральность это божественный урок сакральность которого заключается в расширении сознания любой конфликт дает нам расшириться помедитируйте на это проработайте в себе стихию воды а я буду счастлива помочь вам в этом хорошо мои любимые продолжайте задавать вопросы для меня огромное счастье фанни фокс пишет катя вы излучаете свет и мудрость от вас идет такое умиротворение дорогая фанни спасибо огромное я сейчас нахожусь очень далеко от цивилизации если я сейчас назову город где я нахожусь вы наверное такой город и не знаете угадайте попробуйте угадать это город недалеко от седоны в диком лесу здесь бегают койоты фоны здесь бегают маленькие волки кабанчики белочки скворрлс если вы угадаете город то в подарок я подарю всем участницам курс который называется эко тело ретрит седона аризона на целых три дня и у вас будет возможность сделать все практики которые мы делали в ретрите попробуйте узнать где я нахожусь пока идет эфир пока идет сатсанг а я вас благодарю за теплые слова следующая прекрасная леди ее зовут ирина она спрашивает меня что ее ждет во взаимоотношениях с мужем ну что ж ирина давайте попробуем достать для вас руну и я хочу чтобы вы ее увидели пока еще даже я не увидела одна минутная медитация а вот она улетела она говорит о том что вы уже уже увидев ее поменялись и преодолели тот может быть сложный либо конфликтный момент а это руна свидетельствовала партнерство которое приумножит текущий потенциал в два раза и это именно руна чуткого взаимодействия и созидания отношений на высоком уровне причем не просто вежливость не просто коммуникация а именно взаимодействие сердца это практика безусловной любви принятие партнера и желание отдать ему еще больше чем чем он еще больше чем этого требует ваш ум просто открываться сердцем и вы увидите как ваши отношения выйдут на следующий уровень духовного развития и вам конечно же воздастся сторицей поэтому вкладывайтесь в отношения сказали вам руны у вас сейчас такой период дальше вопрос вера 22 октября ой апреля год быка дальнейший путь и что делать дорогая вера посмотрите какого цвета ваш бык очень важно узнать какого цвета ваш бык очень важно следующая леди по имени надежда это вопрос по взаимоотношению с мужем евгением давайте тоже попробуем повзаимодействовать руной пусть будет вот эта руна что вы видите и какие ассоциации приходят вам давайте я вместе с вами взгляну на это прекрасное начертание на самом деле здесь написано что это руна развития но мне бы хотелось добавить что эти скобочки они свидетельствуют о энергии ци которая есть назовем вашем поле вот посмотрите вот они эти скобочки вот они и вы можете расширить эти скобочки и собрать энергии в несколько раз больше и более того эти скобочки говорят что вы можете теперь двигаться в двух направлениях если раньше у вас была идея двигаться на север то теперь вы можете еще и двигаться на юг но не сужаясь а расширяя в своем сердце пространство для самореализации и для взаимоотношений со своим супругом напишите более точно какая именно ситуация тревожит вас с вашим супругом Евгением потому что эта руна показывает о расширении в двух направлениях например что может быть на практике вы предлагаете поехать отдыхать в Норвегию а ваш супруг в Таиланд и в итоге вы едете и туда и туда я даже более скажу вам еще у школы экологичное тело есть возможность даровать вам онлайн курс который называется эко тело ретрит и вы его можете делать в любой точке мира и в Норвегии и в Бангкоке в Таиланде вот такая незадача боже какое счастье быть с вами взаимодействовать с вами давать вам рекомендации от чистого сердца служить проводником энергии который позволяет вам еще больше еще глубже познавать себя увидимся в клубе кейт спирит и мы все вместе одной душой одним эгрегором будем продолжать заниматься самопознанием до новых встреч до новых встреч